Друзья, всем привет! Меня зовут Артем Козловский, я основатель компании Enjoy. Сегодня хочу записать видео на тему, что такое овербукинг и почему происходит овербукинг. Начнем с того, что овербукинг сразу же прописан в договоре отдельным пунктом, что оператор имеет право заменить забронированный отель на отель той же категории. Но как вы знаете, что отели пятизвездочные или четырехзвездочные, отели у отеля рознь. То есть определение уровневости идет чисто на операторском понятии. То есть фактически замену отеля того же уровня они могут сделать, но определяют этот отель они сами. Что такое овербукинг и кто в этом виноват? Начну с того, что в основном виноваты не агенты, не операторы, а именно отельеры. То есть в 90% случаев все-таки виноваты отельеры. Не так виноваты, как, объясню, несколько причин. Например, первая причина это перепродажа номеров. То есть если, например, забронирован ваш отель, но и в отеле осталось, к примеру, пять номеров. К примеру, да. И за неделю до вылета в отеле организовывается группа, например, немецких туристов, которые хотят забронировать 20 номеров. И платят контрактные деньги, то есть которые выше денег рынка СНГ, к примеру. И, соответственно, отель смотрит, что ему надо подвинуть 15 номеров, уплатить какую-то неустойку туроператору. Ну, обычно эти неустойки, они минимальны. Вот. Ему, конечно же, дешевле сказать, извините, у нас группа, вот вам ваши деньги и 15 номеров мы, соответственно, перепродаем. И в таком случае деньги возвращаются оператору. Оператор, два варианта есть. Первый вариант, оператор предупреждает агентство заранее, то есть еще до заезда. Они пишут, что в отеле произошла перепродажа, соответственно, вот вам альтернатива. Вот. Иногда бывает такое, что перепродажа происходит за день, за два до вылета, и оператор просто либо технически, либо специально не предупреждает агентство, а предупреждает об такой ситуации уже туристов на месте. Соответственно, на месте предлагают им эту альтернативу. Конечно, скажу, что на месте предложение альтернативы, оно всегда сопровождается проблемами, так как туристы обычно долго выбирают забронированный отель, они мечтают, как они туда попадут, они изучают его, изучают пляж, изучают ресторан, изучают саму территорию отеля. И когда они попадают на место, и их просто ошарашивают новостью о том, что, к сожалению, мы меняем вам отель, у туристов начинается паника. Хотя скажу одно, что чаще всего для того, чтобы вот этой паники и лишнего крика, скандала не было, обычно операторы, если такая ситуация произошла на месте, обычно они все-таки предлагают отель более высокого уровня. Но, к сожалению, такое происходит не всегда, то есть иногда отель может быть ниже уровня. Поэтому, как только вы узнали, что, не дай бог, у вас произошел овербукинг, вам, соответственно, как минимум нужно перезвонить или написать свое агентство, что такая ситуация у нас овербукинг, нас везут в такой-то отель. Обычно нормальное агентство скажет, да, здесь хорошая альтернатива, вы можете не переживать, едьте, заселяйтесь, этот отель лучше, чем то, что вы забронировали дороже. Если же агент видит, что данная альтернатива не альтернатива, тогда есть два варианта, то есть начинать как минимум скандалить. То есть чем больше будет крика, чем больше будет руганий, чем больше будет того, ну, затяжки времени, то есть даже если вас привезли на ресепшн, вы садитесь на ресепшн, не заселяетесь. Если вас привезли в отель, старайтесь по максимуму не выходить из автобуса, пока вам не предложат еще какие-то альтернативы. То есть когда люди себя начинают вести, скажем, ну, в дальней ситуации, мой совет, если альтернатива не есть подходящая по уровню, если они разводят руками и ничего не могут предложить, ну, реально себя надо вести агрессивно. И чем больше данной агрессии будет, тем и руганий, тем больше вероятность, что вам все-таки предложат еще альтернативы, так как деньги находятся у оператора, и распорядиться данными деньгами оператор может на свое усмотрение. Поэтому совет номер один, если вам предложили вариант, который не соответствует уровню, старайтесь какому больше поднимать шума, паники. Если это не помогает, есть туристическая полиция. В туристической полиции любой отельер, оператор боится больше всего. Поэтому если на ваши просьбы, крики не реагируют, вы набираете туристическую полицию. Если вы не нашли телефон, забивайте просто в Google туристическая полиция такой или такой страны. Набираете их, рассказываете свою проблему. Обычно после таких звонков ситуация разрешается намного быстрее. Поэтому это неприятное явление, но бороться с ним можно. И, кстати, кроме того, также нормальные агентства со своей стороны тоже должно помогать вам тем, что они должны писать сначала туроператору, а туроператор уже отельером или принимающей стороне для того, чтобы найти вам подходящую альтернативу. Итак, это первый вариант. Это самый распространенный вариант по вине отеля. Есть еще менее распространенный вариант. Он происходит, скажем, в процентах 10-15 случаев, но это уже чисто финансовая проблема того или иного оператора, когда они специально заселяют в свои контрактные отели, то есть для того, чтобы, скажем, просто больше заработать. Такое, к сожалению, тоже бывает, особенно в пик сезона. Поэтому саму причину сложно угадать, но если эта проблема именно операторская, тогда, опять же, создавая шум, звоня в туристическую полицию, немножко легче добиться того, чтобы все-таки поехать в свой отель. То есть узнать истинную причину достаточно сложно, но это можно сделать как? То есть если вы видите, например, есть оператор, ну, к примеру, я не буду называть конкретные примеры, я просто назову, ну, более, скажем, ну, популярные распространения, например, есть оператор Туи, да, и у него есть его эксклюзивные отели под брендом Туи Фанэнсан, да, и если вы, например, забронировали отель в Кемере, там, Киликия-Дюнюк, к примеру, да, и вы приезжаете, а вам говорят, ну, к сожалению, вашего отеля нету, мы вас повезем в отель Туи Фанэнсан в Сиде, вот, и вы звоните своему агенту и говорите, ну, так и так, у нас овербукинг, нас везут в другой отель, он должен как минимум проверить, есть в продаже Киликия на этот период или нет, если Киликия есть на завтра, на послезавтра, значит, все-таки проблема именно вот в операторах, то есть, значит, это их финансовая отработка, то есть надо звонить им для того, чтобы они решали эту проблему и все-таки везли туристов в забронированный отель. Это не какая-то, извините, не антиреклама Туи, это просто пример, так как у них есть их сетевые отели или, например, отели там Амара, Тестуровские, да, в принципе, у Тестуров такого почти не происходит, ну, вдруг, да, то есть, если вы видите, что произошел овербукинг и оператор везет в свой сетевой отель или в свой эксклюзивный отель, соответственно, здесь большая вероятность все-таки вот этой вот финансовой отработки со стороны оператора. Вот, но это бывает крайне редко, то есть, как бы там ни было, все хотят зарабатывать, но чтобы такого не допускать, чаще всего овербукинг происходит все-таки со стороны отельера. Значит, первую причину по отельерам я вам рассказал, это перепродажа номеров. Вторая причина, опять же, возникает, часто может возникать при раннем бронировании, когда зимой отельеры себе поставили, например, 100 долларов за сутки, по раннему бронированию все это продали, потом приходит сезон, номера начинают продаваться по 150, по 170 долларов в сутки, вот, или, например, для немецкого, там, или для британского рынка, там, вообще по 250, и они смотрят, у них хорошая заполняемость, и они принимают решение, ну, как так, у нас там номера были по 100 долларов забронированные. Все-таки большие потери. Сделаем овербукинг, вернем деньги, вот, соответственно, продадим лучше, там, тем же немцам по 250. И такая ситуация тоже иногда происходит. Здесь, опять же, финансовая отработка самих отелей. И уже оператор с возвращенными деньгами начинает искать, куда их распределить и поселить туристов. Когда овербукинг происходит по раннему бронированию, и когда, например, оператор везет в свой эксклюзивный отель, надо соглашаться и ехать, потому что суточная цена раннего бронирования в полтора-два раза может отличаться от текущей цены. И реально за те деньги, которые отель вернул оператору, ну, альтернатив вам просто хороших, достойных не найдут. В такой ситуации, когда произошел овербукинг, по раннему бронированию, и вам предлагают операторский эксклюзивный отель, ну, реально надо соглашаться, потому что, ну, вариантов будет... Это будет лучший вариант из того, что вам могут предложить. Вот. Поэтому я искренне надеюсь, что ваш отпуск сложится хорошо, и вы не столкнетесь с понятием овербукинг, и это не коснется именно вас. А если же коснется, я уверен, что вам предложат альтернативу, которая выше по качеству вашего забронированного отеля. По крайней мере, вы знаете, в чем проблема и как действовать в данной ситуации, как себя вести. Подписывайтесь на наш канал, следите за нашими дальнейшими новостями, за нашими обзорами. Я уверен, они помогут в организации вашего отдыха, в правильном выборе отеля. Пишите свои комментарии и запросы с просчетами отелей. С вами был Артем Козловский, основатель компании Enjoy. Всем хорошего вечера. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok